Привет, ребята, дорогие! С вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Это прямой эфир касаемо моего YouTube-канала и касаемо моих видеообзоров на YouTube-канале. То, что я снимаю много обзоров, то, что я выкладываю много видеороликов, кому-то не нравится. И сегодня мы с вами поговорим об этой теме. И я надеюсь, что в следующий раз... Всем привет, кто зашел! В следующий раз я уже буду просто скидывать запись данного видео людям, у которых очень много вопросов. Ну, во-первых, я сижу в новой пододевалке, как я ее называю, да? Очень она мне понравилась, суперская, да? Вот позавчера пришла, сегодня я уже сняла видеообзорчик на YouTube, показала вам, как она смотрится. И, если честно, не хочется ее несколько снимать. Вот, ну что ж, по YouTube я вам могу сказать, что я снимаю прямой эфир тут, потому что тут проще сохранить и выложить потом на YouTube-канал, чем вот с YouTube туда-сюда мотаться. Итак, смотрите, очень много вопросов, таких как, к примеру, Здравствуйте, Анна! Мне так интересно узнать, что, может быть, у вас есть где-то подпольный там магазин Фаберлик, который вы продаете. Нет, у меня подпольного магазина нету. Значит, что хочу сказать. У меня есть большая семья и вообще розничная продажа, то есть вы закупаете, да, куда-то выставляете и там это продаете, она запрещена. И даже если вы где-то видите продукцию Фаберлик на полках в магазинах, об этом нужно сообщить в обратную связь, прям сфоткать, приложить фотографии и сообщить, что вот такое вот грубое нарушение кодекса компании существует. То есть компания Фаберлик выдает свою продукцию только на пунктах выдачи. Это застраховывает, во-первых, от подделок, а во-вторых, вот так просто взять и положить куда-то это просто нельзя, потому что условия хранения людьми не соблюдаются и получается, ну, просто вот не совсем хорошие вещи, да, с продуктом творится, а потом человек просто из-за продукта расстраивается. Все-таки на пункте выдачи соблюдаются правила хранения продукции. Поэтому магазинов Фаберлик у меня точно нет и точно никогда не будет. И деньги я зарабатываю с помощью построения структуры, вернее, построения товара-оборота в моей структуре, в моей команде. Итак, далее. Покупаю ли я что-то для себя? Ну, естественно, покупаю, да, то есть такие вопросы интересные задаете. Естественно, покупаю. Я хожу в Фаберлик, я крашусь в Фаберлик, да, то есть вот сейчас у меня на лице помада или блеск, не знаю, как ее назвать, металловый, металлический металлик и тени, тени, вот такие вот хорошенькие тени, да, то есть я их очень люблю. Много лет назад я их брала и еще эффект добавлен вот такими вот тенями, 52-65 артикул, да, то есть вот такими вот тенешечками. Вот, значит, это 56-25 я добавила, да, и 56-18, да, то есть таким вот образом. Помада, если она еще есть в наличии, 44-156, да, то есть, ну, это, конечно, не все. Также я накрасила брови своей любимой палеткой, я ей крашу и глаза очень часто, да, то есть вот, пожалуйста, видите, уже заканчивается, да, всем привет, мои дорогие. Артикул у нее 54-66, я пользуюсь косметикой Фаберлик. Также у меня еще есть любимая пудра, это артикул 63-14, но она идет более такая плотная, да, более такая вот прям плотная-плотная пудра, поэтому я люблю пудру Illuminizer, потому что она идет полупросвечивающая, да, то есть вот у меня прям, не знаю, прям все от Фаберлик. У меня очень мало косметики, вообще не Фаберлик, безумно мало, вот, да, и твоя, да, то есть это у меня уже третья палетка, но первую палетку я так и недорасходовала из-за того, что мне ее дочь исковыряла, вот, то есть, конечно же, я покупаю продукцию косметики для себя, любимой, да, то есть как-то бы вот вам вот такую свалку показать, то есть я пользуюсь, она у меня лежит на столе, а самые, самые любимые мои продукты, продукты, это вот этот 0222 сыворотка, да, и еще самый, ну, из декоративной косметики, да, из декоративной, и 1049, да, как вы видите, скоро опять в пустую баночку уже полетит, да, то есть вот блерчик и сыворотка антистресс, вообще вещи суперские. А дальше, что я вам хочу сказать, в косметике у меня действительно град, и есть и уходовые различные средства, да, это и мицеллярная вода, это и умывалки, это и, вот сейчас на данный момент я пью алоэ баланс, да, очень мне понравилось, очень хорошее средство, не буду про него рассказывать, потому что рассказываю постоянно в обзорах, и также пью блюти комплекс 45+, сейчас на данный момент, да, то есть действительно я для себя делаю много, и вот Q10 еще пью, я вижу, да, и еще мне от хондроза, это уже еще один вид витаминов прописали, глюкозамин, но это уже не Фаберлик, это я покупала в аптеке, да, но тоже вижу значок GMP, как и у нас у Фаберлик, что по стандарту GMP сделано, поэтому я заказала с удовольствием, да, вот не заказала, а приобрела у врачей, но тоже было очень интересно, покупала я этот глюкозамин, и мне сказали, за прием вы можете пробить по карточке, да, то есть провести, а вот за это, пожалуйста, наличкой, да, то есть, ну, вот тоже все торгуют сбоку, приторговывают, да, на данный момент у меня вот такая парфюмерная водичка открыта, да, то есть вот уже тоже, видите, сколько там на дне осталось немножечко, поэтому, да, я пользуюсь продукцией Фаберлик, не только в ней зарабатываю, вот, и в основном, конечно, я покупаю для себя и своей семьи, далее, следующий вопрос, так как у меня огромные обширные заказы, меня спрашивают, куда вы все заказы дома сохраняете, у вас дома склад, вы такие большие заказы делаете, ну, что я вам могу сказать, если я буду сейчас рассказывать, куда я это все деваю, конечно, часто не хватит, единственное, что у меня бывает в запасах, например, вот сейчас сняли с производства суперкрем, может быть, его опять видоизменяют или еще что-то с аргенином, да, то есть у меня стоит вот еще 4 пачки осталось, да, у меня есть практически все парфюмерные воды, да, то есть у меня есть полочка, которую открываешь, когда ко мне приходят новички в гости, да, которые живут в Кирове, я им эту полочку открываю и говорю, ну, смотри, какой парфюм тебе нравится, что тебе нравится, можешь себе заказать парфюмчик, да, привет, привет, всем мои дорогие, и вот таким вот образом я как бы, у меня есть склады продукции, но они, ну, грубо говоря, необходимы, да, то есть у меня может быть в запасниках лежать там 5 пачек капроновых колготок, да, я их там беру с собой на какие-то мероприятия, на ассамблею, у меня может висеть там 3 пиджака компании Фаберлик, да, там 3 блузки и еще куча платьев от компании Фаберлик, я люблю в разных вещах ходить, но вот вы знаете, так, чтобы устраивать склад там, да, у меня там, к примеру, там 100 шампуней там в ряд стоит еще что-то, как в магазине, конечно же, нет, мне это не нужно, и когда мне вот задают такие вопросы, я просто не понимаю, вы что, в магазин ходите, вот, честное слово, вот, человек, скорее всего, ходит в магазин, потому что, вот, мне лично на мою семью 100 баллов в месяц мало, потому что у меня семья идет 4 человека, вот, я не сплю, потому что, потому что сегодня спала до обеда, еще пока спать не захотела, и, если честно, пока накрашена, я веду прямой эфир, ну, ладно, и получается, да, вот, я недавно снимала прямой эфир, на YouTube его выкладывала, что я заказываю витамины, у меня получилось витаминов на 100 баллов, это 7 Q10 и, по-моему, 7 омеги, что ли, вот, я сейчас искать не буду, и 100 баллов, это получается без рыльно-мыльного, да, ну, это так, грубо говоря, без рыльно-мыльного, без каких-то декоративных средств, без уходовой продукции, да, привет-привет, мои дорогие, без всего-всего, то есть я сделала заказ на 100 баллов, а чем я должна стирать, чем я должна мыть пол, а почему мне надо 7 штук, да, 7 Q10, ага, Света, поздно, потому что что-то, вот, знаете, не спится, если честно, я сегодня реально долго выспала, вот, и мне сегодня сделали массаж, ко мне девушка на дом приходит, она сделала массаж, у меня прям такой прилив сил, мне хочется болтать, говорить, и нисколько не хочется спать, спасибо большое, вот, и, конечно же, вот, давайте посчитаем, почему 7 Q10, ну, во-первых, папа, мама, свекровь, свекр, да, 4 упаковки, да, получается, потом получается я, я, Катя, моя дочка младшая, в Забайкалье уже утро, нет, вот, я и муж, да, то есть, ну, вот, считайте, да, без 2, 8, надо было 8 заказать, но я заказала 7, да, потому что у меня Катя недавно Q10 пропивала, она молодая, вот, то есть, да, один пальчик отогнули, вот, 7 штучек я заказала. Значит, что получается? Получается, что, блин, они мне нужны, да, далее это же самое омега, да, полиненасыщенные жирные кислоты, заплетается язык, которые, в принципе, приносят для нас, с вами и для всех, и для детей, и для беременных, и для мужчин, да, женщин, да, уже бабушек, дедушек, для всех, да, что они делают? Они делают красивыми наши волосы, ногти, укрепляют сердечно-сосудистую систему, да, поддерживают в тонусе, и плюсом ко всему еще мозг делают сообразительнее, да, и что получается, если это не пить, ну, как-то вот тоже непорядок, да, и опять-таки 7 упаковок заказала, 7 того, 7 этого, с 14 лет, 14 лет, 7 того, 7 этого уже 100 баллов, ну, а как я родителей, допустим, себя любимую оставлю без порошка, без пятновыводителя, да, без мыла, без ухаживающего мыла, да, у нас есть мылоустраняющие запахи, есть мыло ухаживающее, да, есть кремы, и вот, вы понимаете, получается такая вещь, что, ну, как бы вот, то ли не прятать заказы от людей, да, и не снимать обзоры, да, то, что я вот это все заказываю, то ли уже все-таки просто игнорировать и удалять такие комментарии, но этих комментариев много, что вот у вас там за один каталог, там, целая коробка, там, пустых баночек, как вы умудряетесь, там, израсходовать за месяц, там, к примеру, 2 пачки порошка, ну, вот, честно сказать, да, у меня младшая дочь с особенностями развития, вот, Аня помада класс, ой, мне очень нравится, и она еще не отпечатывается нисколько, она замерзает на губах, губы, конечно, чуть-чуть подсушивают, если неделю подряд этой помадкой красится, то немножко губки сохнуть начинают, а если 1-2 раза, то ничего, все отлично, да, привет, и вот, вы знаете, получается такая ситуация, что я не могу, допустим, там, своих родителей, да, вот, я им сейчас отправила, да, на 3 месяца вперед витаминок, и сказала, вот это с этим пей, это с этим пей, это с этим пей, да, то у меня получается и продукта на 100 баллов, нет, Анна, снимайте, я с удовольствием смотрю такие обзоры, ага, спасибо, и вот очень часто говорят, куда вам столько много, вы все выливаете, вы все выкидываете, конечно же, у меня есть еще такая вещь, как я люблю жертвовать те места, где помогают моей Виктории, в плане того, что я могу в садик, да, мы ходим бесплатно в садик, мы сейчас будем ходить, опять-таки, возобновляем дорогу и добра, центр там тоже бесплатно, да, то есть мы иногда туда носим, там, знаете, детское мыло, там, еще что-то, да, что-то вот такое вот набрали, там, большой пакет и отнесли, а у нас-то дома его нету, оно закончилось, получается, раз мы заказали, положили в пакет и унесли, да, понимаете, я считаю, что без добра в наше время тоже никак, иначе оно к вам и не вернется, это, во-первых, во-вторых, ну, вот такой центр классный, хороший, и все там помогают, и как-то я буду себя считать какой-то как Айбека, если я не буду помогать, да, я согласна, вот, также одеваю дочку, вот, все, что я ей одевала осенью, в прошлом году, да, ей уже стало маловато, ей давить нога, еще что-то, ну, умарается она, мы ходим в тушь, вот, допустим, каждый день, да, то есть тратим шампунь каждый день, да, то есть маску для волос тоже говорят, как это вам хватает на два-на три раза, тоже ведь нужно обязательно понимать, как вы ей пользуетесь, да, если вы, допустим, пользуетесь маской для волос, голову помыли, у вас головы течет, и вы так вот нашлепали, размазали, это одно, да, то есть это получается уже не маска, а черти что, да, а если вы, к примеру, как в инструкции, будете наносить маску на влажные волосы, то вам нужно волосы сначала полностью отжать полотенцем, а потом уже масочку наносить, и у вас тогда получится абсолютно другой эффект, и вы больше маски потратите, и это факт, да, потому что и маска лучше подействует, вот, поэтому я считаю, что тут обязательно должен каждый решать, как ему тратить, сколько ему тратить, и если мне нужен, да, к примеру, вот какой-либо из заказов, то он мне нужен, и я его беру, и я его заказываю, и не надо некоторым, да, вот обсуждать, что вы заказываете это, вы заказываете это, у вас слишком много, вот, потому что я недавно ставила эксперименты, очень классно получилось, я просто пошлась по сайту, да, открыла раздел косметика, и заказала все, что мне действительно нужно, да, то есть обновить кисти мне было нужно, да, там, то есть всю продукцию Фаберлик, вот так вот, не просто каталог полистала, да, вы знаете, что каталог компании Фаберлик ограничен, там около тысячи продуктов, и все, на самом деле у компании Фаберлик около пяти тысяч наименований продукции, если вы будете брать этот продукт на сайте, то вы увидите, насколько много, на самом деле, продукции, да, и у меня получилось 800 баллов, 800 баллов, потому что надо маме, надо мне, надо папе, надо мужу, да, ну, муж у меня, конечно, суперэкономный человек, если человек не поставит его демпер diligent ванноль моим помоется ему не поставишь его шампунь, ванну, он моим помоется у всех зависло или хорошо слышно да, то есть ему не поставишь гель для бритья он мылом помоется, ему вообще знаете честно абсолютно наплевать что ему там подсовывают,кто ему не подсовывают он видит синенькое и всё да то есть если у него синенькая это его вот то есть вот таким вот образом единственное из-за чего он нервничает то что у него иногда да, долго нету шампуня Биоарктик, а шампунь Биоарктик, все хорошо, да, а шампунь Биоарктик ему помогает от перхоти, да, то есть еще, конечно же, почему я покупаю уходовую косметику только в Фаберлик, да, 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 у меня муж вот такой вот свет, да, почему покупаю только в Фаберлик, потому что, ну, во-первых, это очень крутые скидки для тех, кто очень много покупает, потому что там идет бонус, вип-бонус, да, и вот я сейчас даже зайду вам точно скажу, сколько мне перечисляется денег назад, во-первых, я на 23% получаю объемную скидку за свою структуру, да, то есть что такое объемная скидка, вот почему я не хожу в магазин, а тут же шампунь в магазине, да, покупать, объемная скидка говорит о том, что я за свой балловый заказ, да, получаю по 23%, допустим, если я сделала на 250 баллов заказ, да, допустим, 250 баллов, ну, обычно вкратце у меня бывает от 200 до 300 каталог, да, я сделала 250 баллов, я умножаю балл выплату своей страны на 60 и умножаю на 0,23, получается, я возвращаю еще назад 3450 рублей, мне же компания Фаберлик платит за мои покупки, да, до этого, когда я делаю заказ, у меня скидка получается 26%, да, вот если вы сделаете свыше 50 баллов, это скидка 26%, ну, это примерно, ой, ну, я даже не знаю, сколько будет со 100 баллов, дайте я посмотрю раздел мои заказы, так, раздел мои заказы, так, 23% мои заказы, так, это на 10, вот, 122 балла доставляется у меня заказ, скоро, кстати, придет, вот опять, может быть, даже волна возмущения, да, я заказала вип-новинки, мне захотелось, значит, если я возьму, посмотреть подробнее, ох, новая версия сайта, я запуталась, да, так, показать больше информации, если я показываю, то у меня выходит, так, 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 нет общей суммы, почему-то не стало общей суммы заказа внизу, так, купоны мне вложили, кстати, вот, ну, вот даже, смотрите, заказала я туфли бур, цвет бежевый, да, размер 38, мне как раз эти туфли к ассамблее нужны, да, и получается, цена каталога 2 600, 2 599, а моя цена 2 0 79, это получается, что я, ну, вот, уже сэкономила реально огромную сумму, общую сумму, сейчас я вам, наверное, назову вот тут, да, то есть, 122 балла, сумма заказа, так, сумма заказа по цене каталога, у меня вышло 21 тысяча рублей, то есть, это даже меньше 10 процентов от моей зарплаты, понимаете, меньше 10 процентов, действительно, и к оплате у меня вышло 17 тысяч, это получается просто баснословная экономия, да, вот даже за 100 баллов, если взять, да, это 21 730, я вычитаю 17 025 рублей, получается 4 700, 4 705 рублей экономии, это цена, да, вот этого 26 процентов, плюсом 3 450, и еще я не считаю акцию VIP3, да, приезжайте ко мне в Киров, гости, да, и еще не считая акции VIP3, я уже сэкономила 4 705 плюс 3 450, получается 8 155 рублей, они на дороге валяются, они не валяются, и если вот действительно вам кажется, что я там много зарабатываю, и поэтому я должна ходить в магазин, то как-то вот, вы знаете, я привыкла считать деньги, я привыкла считать деньги, я не родилась богатая, честно вам скажу, что я из простой семьи, мой папа слесарь, монтажник получается, токарь, вот, работал всю жизнь на фабрике, на бумажной, да, в котельной он еще работал, то есть у него был свой трактор, я умею ездить на тракторе, если что, и он пахал землю, да, людям там к посадке картошки, там еще что-то ездил везде, я вам честно скажу, что я, то что у меня кто-то все летает, включила свет, открыла балкон, какие-то штучки маленькие залетели на свет, и лампу мою атакует, вот, и вот вы знаете, видите, когда мне говорят, да, что я там такая плохая, и что я заказываю горы продукции Фаберлик, да, то есть, ну, вот, я считаю, что я, наоборот, экономлю, когда я заказываю только Фаберлик и не хожу в магазин, значит, те люди, которые, вот, действительно говорят, что у меня там склады продукции, еще что-то, может, они родителям не помогают, может, они детские центры не жертвуют, может, они вообще, как бы, ничего людям-то и не делают, они живут только для себя, и экономят, и привыкли всю жизнь экономить, потому что, ну, вот, не хотят зарабатывать, и, ну, грубо говоря, может, нечего потратить, да, поэтому осуждают, я даже не знаю, но это, конечно, мои личные догадки, вот, и когда еще выходит акция ВИП-3, вот я сейчас специально зайду в раздел «Мои отчеты» и посмотрю еще, так, 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 текущие показатели, он прям такой жирный отчетик, вот, нужно сразу же загружать вторую страничку, и у нас еще с вами есть ВИП-3 10%, свыше 100 баллов, да, то есть, сейчас посмотрим с вами. Сколько у меня в итоге, в итоге, в итоге получилась скидочка еще? Не то выгрузила, да? Так, секунду, хотела как лучше, получилось медленнее. Так, личный кабинет. Вы классная так мечта, а, я уже это читала. Так, вот, итоговые показатели надо было. Вот, и, ну, конечно, все, кто делают ВИП, да, то есть, и много каталогов, а не ВИП, то они знают привилегии, да, то, что и реги от компании идут, и все такое прочее, и вообще это, в принципе, выгодно еще и в плане бизнеса. Вот, сейчас я выгружу отчет, еще мы с вами посчитаем, то есть, у нас получилось 3 450 и 4 705, да, рублей. Это только с заказа за 122 балла. Привет, Ксюша, привет. Я думаю, прямой эфир веселее вести, чем просто видео снимать. Каждый лидер должен заниматься своей структурой сам. Это, во-первых, вот, я не могу сказать, что я вот, да, я открытый партнер, подтвержденный старший международный, я не могу сказать, что я всеми занимаюсь, потому что в моей команде, получается, более 50 тысяч человек, и для меня вот шикарно созвониться с каждым. Но те, кто мне пишут, я им, конечно, отвечаю, направляю куда нужно, да, то есть, добавляю в чаты, чтобы они там могли задавать вопросы. Вот, поэтому, если бриллиантовый директор не занимается структурой в глубину, значит, между директором, между бриллиантом и, да, да, новый топ из новой серии, значит, между бриллиантом и вами еще, может быть, есть один директор, который должен с вами работать именно, или, может быть, вы уже топ-лидер, который может расти самостоятельно. Ну, скорее всего, может быть, даже это. Так, отчет прогрузился, с горем пополам. Так, так, так. Четыре страницы. Так. А вот-вот нашла Кононова, она Анатолиевна, так, это не я. Еще пока не показано. Ну, ладно, может быть, просто рано. Может быть, просто рано. Так, бонус по акции VIP3 в выбранной валюте. Скорее всего, рановато. Или я, наверное, под собой посмотрела, а у меня VIP3 нету. Сейчас я под Катюш еще посмотрю. Раздел отчеты. Ну, это будет уже очень быстро. Человек, вы уже не первый, кто запрашивает со мной прямой эфир. Вот, я как-то вот не готова с кем-то прямой эфириться, потому что, в принципе, я уже давно в прямом эфире, скоро меня выкинет. Я немного вылетелась. Вылетела. Так, дела хорошо. Так, сейчас оборотная ведомость по баллу. Сейчас генерируем. Я вам скажу точную сумму. Ну, вот еще получается, значит, сейчас я сосчитаю, значит, 248 баллов получилось в этом каталоге, да. 248 баллов минус, как он считается, да, 100 баллов. Получается 148. Я умножаю, да, получается на 60 и умножаю на 0,01. Получается еще 900 рублей, да. То есть еще компания Фаберлик возвращает. То есть получается сейчас на данный момент, да, 3,450 плюс 4,700. Я округляю, мне неохота эти копеечки, да, набирать. И плюс 900 рублей, да. Получается 9000. Ребят, как вот я из города Киров. Вот скажите, разве это не экономно? Я считаю, что это экономно. И в одном месте покупать все намного выгоднее, нежели бегать по кучке магазинов и иметь там процентные скидки, ну, там, 5%, 3%, 1,5%. То есть вот недавно мы ходили в Спортмастер дочке покупать коньки. Ой, коньки, ролики. Покупали ей еще, так, 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 что там муж у меня еще громко ругался. Велосипед, да, купили велосипед. Он говорит, что он слишком большой этот велосипед для нее. Я говорю, да нет, нормальный велосипед. Говорю, меньше уже не нужно, ей будет неудобно. То есть мы из этого велосипеда немножко поругались. Так вот там начисляются бонусы, которые за 2 недели сгорают и все. Да, то есть у нас с вами все эти бонусы, все эти объемные скидки, они все, они на постоянной основе. Ну, это же вы, мажор, а мы живем как можем. Ну, жить как можем могут все, могут все. Я жила 32 года как могу. А потом вот мне попалась компания Фаберлик. Я отстроила структуру, помогаю девочкам хорошо зарабатывать и зарабатываю хорошо сама, да. Вот, и не забываю об экономии в дом. Вот, честно, серьезно, да. То есть я трачу вещи, деньги только на те вещи, которые мне действительно необходимы. Вот. И вот сейчас на данный момент, да, вот когда такая экономия у меня, я пойду-ка эти 9 тысяч подарю в магазин и куплю тот же самый. Нет, мне не повезло, это труд, это тяжелый труд, я могу так сказать. Первый год я вообще, грубо говоря, практически не спала, да, с ребенком одна в декрете, муж ездил на работу, а 5 на 2, да, то есть я не могу сказать, что это повезло, да. И взгляда на лестницу маркетинг-плана, никто еще сверху вниз не упал на свою ступеньку, все снизу вверх топают сами ножками, никому тут повезти не может. И когда меня спрашивают, вот вы затариваетесь, у вас дома склады, конечно, это как-то вот не совсем корректно, может быть, со стороны человека, который, не знаю, может быть, тоже сам ходит в магазин, потому что, ну вот, не смешно, да, вот получается. И когда я смотрю, да, на свой заказ, то есть 20 тысяч у меня заказ, это получается 5% моей зарплаты. Я помогла и маме, и свекрови, и папе, и свекру, да, то есть я всем помогла, и получается, что у меня родители обутые и одеты. Почему я не имею права там снабжать продукции своих родителей, тоже очень интересно, потому что очень тяжело одному с нуля это не везение. Вот, что повезло. Ну, ничего страшного. Но, может быть, да, мне повезло, что я такая упрямая. Все-таки это везение, я считаю. Раз я расту по карьерной лестнице, значит, это везение. Потому что мои родители в свое время наделили меня таким вот характером, что я пру как танк и не смотрю по сторонам и не думаю, что там обо мне подумают. Вот так вот. Мне важнее семья, дети, благосостояние, путешествие, да, то есть, скорее всего, везение. Вот, да, поднималась я, если честно, сама с нуля, потому что я была аппендиксом, да, в прямом смысле этого слова, да, когда ведется веточка. А я вот в бок, и честно вам скажу, что, да, было сложно. Я тоже думала, что ж, под меня никого не регают. Вот, я тоже хочу, но у меня даже не возникало вопроса, что я сейчас дождусь терминации, пойду под поток регистраций, куда-то к другому наставнику. Нет, я все равно отрастила структуру, я все равно выросла. Честно скажу, что я как-то вот... Вот сейчас я беру интервью у людей, да, у своих любимых, дорогих директоров, у которых более 80 человек в команде в структуре. Я понимаю, что я за год не успею у них всех взять, если брать раз в неделю, да, а их все больше и больше. И они сами растут, они сами работают со своей командой, они сами рассылают письма, они сами рекрутируют, запускают робота, запускают рекламу. Вот сейчас, например, идет марафон по контексту и так далее, да, то есть девчонки все сами работают. Они очень редко мне вообще пишут и спрашивают, Аня, там, у меня не получается рекрутировать, дай совет. Обычно такое пишут только новички. Вот, и, конечно же, заказы, да, вот на ютубе очень часто пишут, да, вот такие вот прям комментарии. И я вам могу сказать, что мне действительно, они нужны, и они действительно мне необходимы, эти заказы. И почему-то я не могу, допустим, своим родителям, да, к примеру, помочь. Меня вот еще за это осуждают, чтобы своих там родителей балуете. Не то, чтобы когда-то баловали они нас, но у нас была такая ситуация, когда меня уволили с работы, да, в связи с ликвидацией фирмы. Моей дочке было две недели, на минуточку, да, две недели ребенку. Буквально я только с роддома приехала, и мне уже в почтовом ящике лежало письмо, заберите свои документы, у вас больше нет в нашей фирме, да, ну, то есть кратце. Я, конечно, была в шоке. Я понимала, что я осталась, грубо говоря, у разбитого корыта, и никаких у меня декретных, и я получала, по-моему, 6 тысяч в месяц по уходу за вторым ребенком. Это была вообще смешная цифра, смешная сумма, потому что у нас был и кредит, и все. И муж сказал, хорошо, ну, раз у тебя так получилось, я пойду на более высокооплачиваемую работу. Вот меня берут, его точно взяли, он прошел. И он уволился с этой, пока две недели отрабатывал, туда взяли другого кого-то своего, и на его место тоже взяли человека, и он остался ни с чем. И мой муж, мой горячо любимый муж, да, то есть я знаю, как он переживал за это, как он убивался из-за этого, как он искал работу, как он брал, кидался на любой колым, потому что дома ждала голодная жена и двое детей, долго искал работу, да, то есть он полгода был на подработках, потом уже мы позвонили его тете, да, то есть ей сказали, ну, дорогая тетя Лена, да, Елена Кононова, вот, ее, кстати, дочь, ну, грубо говоря, она двоюродная сестра Антона, ее дочь двоюродная сестра Антона, вот, и она тоже у нас в команде, вот, скоро открывает, 19% открыла, и скоро будет открывать уже статус директора. И так получилось, что я ей уже позвонила, говорю, тетя Лена, говорю, уже пени на кредиты пошли, Антона надо срочно на работу, и вот этот вот момент, когда у нас уже все, был холодильник две недели назад выключен, да, то есть помыт, и Антону надо было ездить на работу, и не было денег на проезд, да, то есть вот такая вот была жуткая ситуация, что вот, блин, то ли вешайся, то ли что-то делай, да, по-другому уже не дыно. Но вот в тот момент нам мама высылала всю свою пенсию, и они жили на одну зарплату отца, да, отец получал где-то 15 тысяч, и вот они на 15 тысяч жили вдвоем, а мама свои 7 тысяч пенсии, да, то есть высылала нам, потому что она один раз приехала и говорит, это у вас что? Я говорю, мама, у нас греча. Она говорит, с чем? Я говорю, греча с гречей и с ложкой. Она такая смотрит на меня и понять не может, а почему? Я говорю, мама, ну вот так, так и так. Она говорит, что же вы столько долго молчали? Ну, не могу же я, к примеру, взять, позвонить маме, да, которая уже на пенсии, сказать, мама, дай мне свою пенсию, у меня денег нет. Я вроде бы всегда, знаете, была такая гордость, самодостаточная, и всегда хорошо зарабатывала. Если мне не хватало денег, я шла на подработку, я брала лишние смены, вот. И тут, бац, такая ситуация, что мне даже в голову не пришло там маме пожаловаться. И, конечно, мне и брат помогал, да, то есть покупал там одежду, у Виктории, если Виктория выросла, там еще что-то. И вот Антон поскитался, нашел зарплату, то есть 25 тысяч, потом его повысили, он стал получать 30 тысяч, да, то есть мы потихоньку начали успокаиваться. Я решила, что жизнь налаживается. И вот как раз, помните, я недавно писала пост, что такая ситуация произошла у меня, что я задала вопрос, как вы думаете, положительные моменты, из-за чего множатся, да, то есть когда ты думаешь, что у тебя все на душе плохо, то все плохое, оно умножается, умножается, потому что Вселенная говорит, ах, тебе плохо, ну на тебе еще. Почему? Потому что мы сами посылаем, да, то, что мы хотим, да, то, что мы желаем, мы сами, да, то есть я не смогу заработать, мне никогда не заработать, да, то есть вы посылаете желания во Вселенную, Вселенная вам их исполняет, да, то есть это такой главный, наверное, секрет каждого человека, который действительно зарабатывает деньги. Если сесть и создавать команду с плохим настроем, то ничего и не получится, да, вот, и когда я подумала, что жизнь налаживается, все хорошо, вот в этот момент мне уже подвернулся Фаберлик, вот, мы уже тогда зарабатывали где-то 6 до 30, ну да, где-то 6-37 тысяч, ну да, где-то так, то есть мы и декретная Антохина зарплата, и вот на тот момент я подумала, ну ладно, 30 на четверых еще куда не шло, хотя бы более-менее, и как-то думаю, все, я успокоилась, вот, и как раз в этот момент я пошла в другую, да, в другую компанию, там очень активно, очень хорошо продавала, очень хорошо шли продажи, у меня покупали, я таскала сумками, скажу вам плюс продаж, единственный плюс, потому что вы продаете деньги, если не продаете денег нет, поэтому я считаю, что продажи бесполезны, но в плане финансовом они бесполезны, а вот в плане фигуры, да, то есть я очень хорошо после родов сбавила, но когда я села дома в интернет-работ, я опять набрала, да, обратно все свои килограммчики, поэтому мне бы хотелось вам сказать, что продажи это полезно для здоровья, потому что вы будете бегать с сумкой на плече и все эти заказы разносить, вот, иногда хочется действительно вернуться в продажи, чтобы поправить свой внешний вид, ну вот, ну ладно, помимо шуток, да, то есть и потом я поняла, что я продаю деньги нет, денег нет, продаю деньги есть, не продаю денег нет, думаю, это тот же самый найм, думаю, про сетевой меня наврали, да, то есть я так подумала, и ушла из сетевого и пошла устраиваться на работу, вот как раз в этот момент девчонка 17 лет не отписалась в интернет, что есть способ зарабатывания, заработка в интернете с компанией Фаберлик, я посмотрела, мне понравились условия, я связалась не с ней, а с ее директором, директор оказался с Украины, вот, мы с ним пообщались, мне все очень понравилось, и вот я зарегистрировалась, да, к своему наставнику Николаю, вот, вместе с мужем мы с ним разговаривали, да, муж меня еще куда попало отпускать не хотел, я это точно помню, что первый отрицательный опыт, ну, его как бы не было как бы первоотрицательного опыта, но мне обещали, да, там, статус директора, еще что-то, а на самом деле сказали, там, делай 200 баллов и будешь в шоколаде, да, то есть, ну, не объяснили толком ничего, что такое бизнес, и я сама, в общем-то, не догадалась посмотреть особо, но команду я строила, людей я приглашала в свою команду покупать, у меня было действительно много покупателей, там я вышла где-то, по-моему, на 12%, 2000 баллов, это сколько, по-моему, 12%, если я не ошибаюсь, да, было там, и я, как бы, немножко понимала, вот эту вот суть всего, да, чуть-чуть-чуть-чуть понимала, уже, как бы, пришла я не с ноля, как говорится, пришла я в Фаберлик со своей сестрой сразу же, да, то есть, я показала ей, что есть деньги, вот, единственная сложность была, что 50 баллов надо было сделать, да, то есть, мы только начали из долгов вылазить, и, в принципе, проблему про 50 баллов, да, про свои первые 50 баллов я решила легко и просто, потому что ребенок из всего вырос, на тот момент не было женской, мужской одежды, ну, была обширная детская коллекция, и я просто одела дочь с ног до головы, да, то есть, все равно надо было идти в магазин, все равно бы я ее одела, то есть, я не считаю это вложением, я сделала свои, там, 50 баллов, я взяла, там, Омегу, помню, что-то, ну, вот, Омегу, одежду, еще что-то, да, взяла, и мне начислились денежки, да, свои, мои первые денежки, вот, 720 рублей, я, как сейчас помню, и, конечно, муж пришел с коробкой, и орал на меня, кричал, говорит, это что такое, он говорит, что теперь, говорит, бомб твоих, говорит, шампуни, а, шампуни, там еще что-то было, аж порошок, говорит, на хлеб намазывать, что ли, да, то есть, ну, вот, эту историю я, наверное, много кому рассказывала, но она так в панике отпечаталась, что сложно ее как-то вот упустить из вида, да, мой старт в Фаберлик, каким он был, смешным, и вот я его посадила за маркетинг-план, и вот он тогда, дня 2-3, он считал маркетинг-план, уезжал на работу, приезжал, снова садился, считал, до этого мы с ним активно играли вдвоем, честно скажу, в танки, до компании еще той, другой сетевой, да, играли в танки, создавали взводы, да, то есть, там, вот это вот все нам очень нравилось, вот это все делать, но это так давно было, я сейчас даже не знаю, есть ли у меня мой аккаунт, он, наверное, уже удалился, и, честно сказать, сетевой маркетинг, он тоже похож на игру, чем ты лучше играешь, тем ты выше, да, выше в статусе, тем быстрее у тебя все продвигается, и нам это так понравилось, понравилось, и когда муж все-таки сосчитал вот этот весь маркетинг-план, сказал, что тут можно миллионы зарабатывать, я над ним посмеялась, да, хотя вот если взять прошлый год, да, мы заработали около 10 миллионов в год, и когда он тогда надо мной смеялся, и когда вот мы заработали эти 10 миллионов в год, он смеялся надо мной, потому что он сказал, я же тебе говорил, и вот вы знаете, с поддержкой мужа, без поддержки мужа, я вышла на уровень старшего директора, да, То есть он мне не мешал, я работала, это было 4 месяца работы, то есть получается около 6 каталогов интенсивной работы. Честно скажу, не высыпалось ничего, но долги есть долги, и мы поперли дальше. И мы решили, что нам нужна своя квартира, и не жить не быть, мы на нее заработаем. На свою первую квартиру мы заработали через, по-моему, полтора года. За год и два месяца мы, по-моему, открыли бириллиантового директора, это 6 директорских веточек. Ага, давайте, давайте, готовьте завтрак. Вот, всем приятного аппетита. И, конечно же, когда вот статус бриллианта был сделан, тогда мы уже поняли, что мы можем взять, да, то есть и мы взяли ипотеку, ипотеку накопили на первый взнос, 300 тысяч рублей, мы взяли ипотеку, и нам пришла потом премия за бриллианта, 330 тысяч, мы погасили, и мы начали гасить прям по 50 тысяч в месяц ее, потом по 60 тысяч начали гасить, она у нас меньше, чем за год, по-моему, даже меньше, чем за, нет, за 8 месяцев, по-моему, 8 месяцев мы выплатили эту ипотеку и уже жили в своей трехкомнатной квартире с большим балконом, санузел раздельно, хорошие потолки, вот. И, знаете, я была очень довольна всем этим. И вот сейчас я сижу у истоков, да, и понимаю, что когда-то я действительно очень много хотела, да, там, платьишек, новинок, там, продукции, фаберлик, у меня действительно много-много новинок, много всего. И когда меня попрекает на ютубе, да, то, что я там делаю большие заказы и все такое прочее, то я вас уверяю, я трачу не более 10% бюджета, да, то есть это для моих любимых подписчиков, да, которые вот прям гурбой меня попрекают, да, под каждым видео есть такой прям мощный такие комментарии, что типа, Анна, куда вам столько, что вы с этим делаете и так далее, да. Да, Наташечка, что-то мне не спится сегодня, дорогая, а ты чего не спишь? Вот. И вот вы знаете, все складывается просто наивеликолепнейше, замечательно. И такие вот вопросы, да, на ютубе, там, зачем вы обеспечиваете там своих родителей, зачем вы им там все покупаете, пусть они там сами, нет. Когда-то мама нам отдавала всю свою пенсию, да, чтобы у нас хотя бы хлеб был в доме. Сейчас мы маму содержим и нам очень нравится. Вот сейчас у мамы телефон сломался, мы ей поедем новый телефон купим. И не только мы с нее снабжаем косметикой Фаберлик, но еще и помимо этого, да, то есть покупаем ей там и лекарства и все. И вот вы знаете, вот как раз недавно мы разговаривали с девчонкой, у них в стране платная медицина, не буду говорить в страну, вы сразу поймете, потому что это лидер высокого статуса, поэтому это, ну, не мое право это все рассказывать. Вот, она мне звонила и рассказывала, говорит, Аня Фаберлик спас жизнь моей мамы. Я говорю, что такое? Она говорит, платная операция была, говорит, серьезная, я, говорит, ее смогла оплатить. Говорит, у меня мама живая осталась. Ну вот, понимаете, когда говорят там такие вещи, да, тебе, то ты говоришь, боже, спасибо, 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 что есть сетевая компания, и неважно, какого ты веса, роста, национальности, из какой ты страны, ничего не важно, вы можете просто, вот, свыше у вас образование, не высшее, телефон у вас, интернет у вас на компьютере, на телефон, без разницы, да, главное, чтобы он был у вас, вы уже можете стать богатыми, вы уже можете развиваться, и вы уже можете действительно хорошо, хорошо, да, жить, достойно жить, вот, забыла слово. Вот, ну и, конечно, на конец своего прямого эфира я вам могу сказать, что в компании Фаберлик минимальный заказ для получения выплат за свою команду, за свою структуру, за товарооборот всего лишь 50 баллов. Эти 50 баллов можно сделать за 2000 рублей инфопродуктов, не купив ни одного тюбика шампуня, не купив ни одной помады, не купив ни одного порошка для стирки, и с удовольствием вы можете ходить в магазины и покупать эти порошки там, да, и забирать выплаты за структуру. То есть вы можете сейчас, на данный момент, с помощью инфопродукта за 2000 рублей сделать товарооборот. И ваше право делать вам заказы на 20000 рублей или на 2000 рублей. Главное, сделайте, чтобы получать зарплату, и все у вас будет отлично, и все у вас будет хорошо, вы будете расти и развиваться. Тем более, что действительно обучение, которое вы будете покупать, оно качественное. То есть, сейчас я вам хочу сказать такую вещь, что никто меня лично, да, не принуждает делать заказы по 200 баллов, как вы пишете, как некоторые пишут на ютубе, не вы, да, зрители прямого эфира, а именно подписчики ютуба, никто меня ни разу не заставил, ну-ка делай 200 баллов, иначе там мы тебе зарплату не заплатим. Нет, это все сказки, и нет у меня своих там магазинов, и нет у меня своих складов, да, то есть, у меня ничего нет, да, дорогие мои подписчики. Я заказываю только по мере необходимости, и также минимальный заказ компании Фаберлик – это 50 баллов, это самый минимум маленький, да, 2000 рублей. Самый большой максимум, да, по промо-балу – это 7500 рублей, и то, если вы купите только одну одежду, да, только одну одежду, тогда будет 7500, вот, и, в принципе, все, на этом все, мой прямой эфир окончен, и, конечно, может быть, я и хорошо зарабатываю, но я все равно люблю экономить, и когда я беру кучу продукции в одном месте, у меня кошка плачет, да, кучу продукции беру в одном месте, у меня срабатывает действительно хорошая скидка там, хорошая скидка тут, скидка цены каталога 26%, и получается все больше и больше скидок, и выходит действительно за 200 баллов около, ну, вот, я считала 122 балла, у меня вышло 9000 рублей, да, а тут, если считать 200 баллов, то это не меньше 10 тысяч рублей, да, у меня идет плюсом. Ну, что ты плачешь? Иди ко мне, иди. Реба-кореба. Не гладят ее, спать ее не ведут, да, ревочку-коребочку. Вот, поэтому я считаю, что все будет хорошо, все будет здорово, и не надо задумываться о том, куда я деваю свой продукт, если еще будет корм для кошек, мы очень в компании Фаберлик его просили, правда, над нами посмеялись, вот, и если еще будет корм для кошек и наполнители, это вообще у меня будут все 300 баллов в каталог, потому что уж киску свою я люблю побаловать кормами всякими, всем-всем-всем самым классным, да, и рыбку мы красную кушаем, да, ротики наши, поэтому я считаю, что надо себя просто любить и зарабатывать, да, Алиса? И все будет хорошо. Ну, все, всем пока-пока, мои дорогие, с вами была Конова Аня из проектов Фаберлик Онлайн.